Воды. Ярко пропилал. А сколько они там и так далее. То есть к нему подходишь, они прям такой маривают, такой пул стоял в зайках, прям мучается. То есть ни одна, мне кажется, другая, такое, другое животное выдержать этого не может. То же самое, что минус 20 и дикий сильный ветер. Молодой зайках. Вот тоже молодые, проба пера, проба так и пободаться. Вот у сайгака, у зимнего сайгака, если вы заметите, у нас шея черная. Это гормональные выбросы. Они готовы уже, говорит о том, что они готовы к гонку. А это что же трава? Это сайгак, зимний сайгак, да. В степи перекати поля, курай, трава, забивает полностью артезиан. Там, не знаю, мне кадров, один из любимых у меня кадров про зимнего сайгака, потому что, вот, как бы, все здесь сложилось. Битвы у них, конечно, очень жестокие. Там рога просто отваливаются, периодически ты это видишь. Во время бонда, конечно, не подходят к ним, там, вот, вокруг находится стаи волков, конечно, мы, так вот, в бинокль периодически их видишь, но волки не подходят. Они прекрасно понимают, что сейчас будет, а сайгак ослабнет, и потом они его спокойненько уже возьмут. И не только волки, там, грифы, орланы и так далее, там, кого только нет. Они все ждут сайгака, определяющего там животное, которое определяет там все. Вот в этом году мы приехали, сайгака не было, и, в общем-то, степь была пустая, снимать там практически было не было. Вот эти кадры, они все сделаны были не из стационарного скоротка, который в заказнике, а, например, я привозил свой скороток, вот из того куба метр на метр. И вот оттуда снималось все это. Ну, кадр называется «Любовь», да, как говорится, да. Ну, вот один из таких кадров, скажем так, рассказывающий, в принципе, о жизни у ортезиады. То есть, да, это, кстати, зима. Температура какая? А? Температура какая? Здесь около минус 5. Орлан, лиса и сайгар. Вот в одном кадре, в принципе, ну, скажем так, идет лиса, сайгар даже голову не поднимает. И мне сейчас есть кадр, сейчас покажу вам, где заходит на кортезиану, подходит волки. Сайгар даже особо не реагирует. Сайгар прекрасно знает, что волк на него не пойдет. То есть, там вот так вот интересно все устроено, что такие, скажем так, все договорено. И только стоит кому-то ослабнуть, его быстренько съедали. Ну, здесь с погодой прямо повезло. Снег идет в степи, там, я не знаю, разный, царь летная. И, скажем так, с погодой просто повезло. И снег был, ну, минут 15 всего. Все остальное потом растаяло и... Ну, вот волк, который там приходит, тоже фотографию есть, да. Он как раз снят, вот именно у ортезиана. Целая стая волков пришла. Интересно, она заходила. Они прекрасно знали, что я в скоротке. Прекрасно это видели. Ну, два часа где-то они за нами смотрели. Я был там не один в скоротке, мы вдвоем были. Вот. Они смотрели два часа, видя, что это как у Киплинка. Мы с тобой одной кровью, наверное, так поняли как-то, что их не тронут. Они спокойно к нам вышли и стали заниматься своими делами. То есть, что интересно, Сайгак отошел метров, наверное, на 20, так и все. И стал тоже заниматься своими делами. Это вот, кстати, один из моментов, когда он смотрит стиль, когда как раз наблюдает за нами. Вот волк на фоне Сайгак. Примерное расстояние, еще раз говорю, около 50 метров. Я думал, Сайгак должен был, конечно, куда-то убежать, как-то вспугнулся. Но вот так интересно устроена их жизнь. Восемь волков к нам приходило. Степной волк, он немножко меньше, чем в наших лесах, конечно. Но хищник не менее. Так, ну на этом, я думаю, все. Я, в принципе, как бы... А что-то все, как бы вещи положено. А? Да? Ну, может, вопросы задать, я... Давай. Какое заповедение в Сайгаке? Сайгаке я снимал в Степном, но в планах есть в Черной Земле, конечно. А как вы с ними добивались? Мы написали письмо в Министерство природоохранной. И нам взяли доступ. Министерство разрешилось? Да. 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 Сайгаке я снимал в Сайгаке. Да. Сайгаке. Сайгаке. Нельзя снять в Степном, но надеюсь, получится снять... Есть задумки с Сайгаками, именно снять в Черных Землях. Я могу добавить просто вопрос, это не стоит многих. В Черных Землях это гораздо проще. Да, там проще. Вы понимаете, что на счет того, что в Министерстве в Черных Землях все наблюдения за Сайгаке, 95% не на территории заповедника, там никакие специфы совершенно не нужны, а на территории охранной зоны, что очень ценно. Именно в охранной зоне подготовлены возможности досъемки. Там, по-моему, из кроков 10 стоит заранее в лозу. Вы находите сайт Черных Землях, находите там отъем туризма, звоните и братируйте по телефону номер. Главное, это будет стоить в прошлый год 1 тысяча рублей проживание в день. Все, остальное... Ну, это немного. Я бы сказал, что мало. Вопросы еще к Роману, а то у меня есть. Так вот, тогда я хочу... Надеюсь, вот те, кто был перед моим представлением Романа, вспомни, что я его перфекционизм обменял. Но это как раз тот случай, когда обвинять, конечно, не надо. Я обиду, что вы убедились в том, что перфект в хорошем смысле здесь существует. Я хочу тебя теперь, Роман, поучить немножко с емким журавлей. А ведь не упало от нас в смущение. Значит, ты сам вначале сказал, что я понял, что нужно, главное, чтобы они меня не видели и забраться в засидку хорошую. Еще не стал предупреждать, наверняка, какая именно должна быть засидка, потому что они не на всех реагируют. И, собственно, опыта. Сожусь я однажды в такси за час до месяца, еду в известное место, подъезжаю к тройке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова